Романтичные закаты, грандиозный вид Великого Днестра, загадочная, заброшенная с тайного леса. Разные планы, красивые ракурсы. Молодые люди, сделавшие эти снимки, принимают поздравления и дипломы. Окунуться в мир природы, увидеть её красоту, а также обратить внимание на экологию, позволил молодым людям с обоих берегов Днестра проект Greenlight, который реализовывался Ассоциацией Цара Верди Молдова из города Бельце в партнерстве с неправительственной организацией «Медики за экологию» из города Дубасары. Сама цель проекта заключается в том, чтобы укрепить доверие между два берега Днестра. Проект включает привлечь внимание к экологическим проблемам и привлечь внимание к чудес сам природы. И как их разоружает человеческая рука, человеческое воздействие. И впоследствии, после мероприятий проекта, привлечь внимание общественных, обычных людей и государственных структур к проблемам экологии. Они те же самые на обеих берегах Днестра. Наш проект называется очень символично «Зелёный свет». «Зелёный свет» – это и экология, это и фотография, это и видео, это и наша «зелёная молодёжь», как мы её называем. Символом проекта стал светлячок – насекомое, которое живёт только в чистой среде. А девизом – следуй за светлячком. В рамках проекта ребята побывали на экскурсиях. Яркие впечатления оставил заповедник Игорлык. Здесь прошёл мастер-класс по работе с дроном. Я расскажу так, чтобы вам было понятно с первого раза его поднять, и можно было полететь. А правый джойсик, вот если вперёд, значит, он полетит вперёд. С многообразием растительности и живности ребята познакомились в музее природы, который расположен на территории заповедника Кодры. Благородный аллельник около 35 до 40. Вот, в принципе, то, что есть у нас в заповеднике. Молодые люди с обоих берегов Днестра узнали много нового, посмотрели на природу с другого ракурса. И уже строят планы на будущее, связанные с охраной окружающей среды. Я бы хотела начать волонтёрить. Я считаю, что это весело, это нужно первым делом. И мне это нравится. Я бы хотела волонтёрить решение экологических проблем. То есть первое, в чём заключалась бы моя помощь, это собирание мусора у рек. Ведь я живу на берегу Днестра, и поэтому это очень важно. Лично для меня. Для меня это первое, можно сказать, начало моей карьеры как фотографа, потому что меня это воодушевило фотографировать всё, что я вижу. Первые фотографии, которые сделал для конкурса, потому что раньше делал просто фотографии, использовал там фотошоп, немного работал. А тут надо было поймать только натуральный кадр, работать только с натуральными цветами, и всё так, как показывает только природа. Я думаю, что это будет хорошим началом для того, чтобы я работал и в дальнейшем в этой сфере. Церемония награждения участников проекта «Гринлайт» прошла в удивительном месте – в Эковилиджи, в селе Рыжково-Криулянского района. Здесь не просто подводили итоги, но и делились впечатлениями. Почему успешен этот проект? Потому что он подошёл к идее экологии нестандартно и пытался, скажем так, решать проблемы экологии посредством обучения молодого поколения, нашего поколения, тем вопросом, который связан с экологией. Они проводили очень много семинаров, тренингов. Они пытались посредством фотографии, видеоматериалов объяснить населению, насколько серьёзно обстоят дела и насколько серьёзные проблемы связаны с экологией не только реки Днестр, а ближе ближайших территорий. Очень интересные места были, красивые пейзажи, красивые фотографии получились. Кроме того, мы увидели влияние человека на эти места. Даже вот где ближе к селениям каким-то, там были какие-то кучки мусора, а где подальше, там уже всё как нетронутое, всё как в природе. И само место Эковилыч очень интересно. Вот эти технологии, которые были здесь использованы, и при выращивании фруктов, овощей, и сами дома, как они построены, очень впечатлили. Заповедные места родного края, разнообразие и богатство природы. Чтобы сохранить всё это сегодня, стоит обратить внимание на проблемы в сфере окружающей среды. Проект «Гринлайт» был нацелен именно на этом. Более 30 молодых людей с обоих берегов Днестра приняли в нём участие. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке Европейского Союза, предоставленной в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемой ПРООН.